приветствую вас на своем канале у микрофона до него добро канал быстро пока читая комментарии написали про под российской операционной системы green линукс то что лучше бы сделали бы линукс или линукса как-нибудь оба windows свободное что-то такое и в общем оказывается есть такая операционная система проект ос которая полностью имитирует windows при этом свободно я ее понятное дело только что скачал с официального сайта вот так он выглядит тут инжентики откроем в общем это что-то вроде свободной операционной системы windows хоть бы она нечистым российской как мы понимаем из того что сайт на английском эти русские тут у нас есть не будет судя по всему нет есть не тут группа в руках на русском языке тоже все нужно почитать про данную операционную систему чем как я понял и российский разобочий разработчики участвуют в разработке данной операционной системы но и понятное дело что количество российского в российских операционных системах редко бывает сильно выше чем я думаю в этой разработке можно считать ее условно в смысле даже немножко российской чем попробуем ее запустить посмотреть что это такое я по на виртуальной машине в общем тут у нас просто исушник мы извлечем он у нас то correct волосы называется так вот так открываем virtual box все у нас 30 рубит на так выделим 4 гигабайта процессора этому 4 нам хватит даже можно поменьше и и и ну и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот он повторно почему-то запустился... Сейчас мы попробуем выйти... Само запустился... Все отлично... Даже может тему выбрать... Так, выберем последнюю... Мне кажется, она самая красивая... Продолжение следует... Так, посмотрим, что тут у нас есть... Так, попробуем сейчас немножко увеличить... Смотрю, какие тут у нас настроечки есть... Угу... Угу... Так... Поиграем... Угу... Угу... Давайте побольше сделать... Давайте-ка применим... Вот так-то получше... Ну и так как это у нас типа Windows... Сюда можно что-то установить... Из Windows в программу... Так... Во-первых, тут что-то я не вижу браузера... Совсем никакого... Совсем никакого... Что-то очень напоминает... Линуксовые установщики программ... Ну да ладно... Нам нужен хотя бы просто какой-то браузер... Угу... 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 Опера... оставим фокс хотя бы просто посмотреть интернет как мы видим есть сразу напомню еще раз что тут у нас операционная система 32-битная соответственно какой-нибудь новенький хром сюда мы никак не поставим узнаете установщик windows пожалуйста у нас есть теперь браузер круто мы теперь скачаем какую-нибудь программу например сэмплеер там есть версия ну чтобы убедиться что у нас действительно операционную систему windows тут никакой нибудь линукс чё-то всем подтупливает ресурсов ты выделил достаточно эти конфлинации и работает работает диспетчер задач можно посмотреть загружка цепи сутка файл подкачки так а вот видите тут везде экзашники то есть это точно у нас винда причем вроде бы как свободно так ну что-то у нас не форичит браузер очень печально все как-то это выглядит вроде бы она есть ну как-то очень все через одно место работы быть конечно браузер не то что надо давайте кого-то поставить судя по всему он устанавливает только то что тут есть потому что судя по всему да все тупит переключается закрываем 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 так чисто теоретически такую систему можно накатывать на какие-нибудь старые ноутбуки например или нетбуки которые работали как раз на windows xp 32 битные но что-то как-то я в этом немножко уже сомневаюсь потому что даже на виртуальной машине где мы увидели достаточно большое количество ресурсов под эту систему еще раз это проверю мы увидели 4 гигант процессора мы выделили аж 4 ядра на 1 поменьше может выделить по идее все должно работать прекрасно но тут все зависну ладно сейчас перезагрузим систему возникла небольшая проблема тут нужно нужно нажать антарную комбинацию windows control альтелл сожалению срабатывает комбинация на основной системе счастью тут конечно если я бы запускал будет все на линуксе там эта комбинация не работает она бы сработала так как я заработал на винте придется видим как-то по-другому ее запустить ну что в какой-то причине она запрашивает ему так комбинацию если я нажимаю то он не открывается спичер это система которая сейчас работа тут ничего не происходит зачем мы нажимать не понимаем мы еще раз ее запустить может быть спуститься другому режиме на допустим ну ладно будем считать что я эту систему посмотрел убедился чтоб нам к сожалению на рим даже на виртуальной машине выглядит очень слабовато мы делся что и надо запускать все-таки через линукс они через windows систему как виртуальную машину запускать чтобы не было такой проблемы с control alt и в целом то все но на мой взгляд система не готова для того чтобы его использовать даже на старом каком-нибудь ноутбуке 32-битные устаревшие уже ничего себе интересного не представляет ну вот давайте-ка посмотрим что тут пишут а мы в сайте я перевел через переводчик как мы видим что он она выглядит как windows работает как windows лагает как windows еще не доработано как windows причем по полной программе на мой взгляд цифрационная система она устаревшая ректос потому что он достиг убит на сожалению над конечно попробовать запустите на реальном железе не в принципе тут является один старенький ноутбук можно на нем попробовать только можно конечно лиф версию получить чтобы запустить себе с установки в общем то все на этом я заканчиваю свое видео благодарю за просмотр до встречи в следующих видео